здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит на нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и ведущий эдуард брумер и геннадий сегодня мы беседуем с нашей коллегой из москвы с российской журналисткой корреспондентом и ведущий программ радиостанции эхо москвы татьяна фельгингауэр татьяна добрый вечер добрый вечер таня большое вам спасибо за то что вы согласились с нами побеседовать в это позднее для вас время нам очень важно будет задать вопросы связанные с журналистикой и услышать ваши ответы и эдуард я хотел бы сказать всем нашему роду радиослушателям что они могут также в ю тубе выходить на youtube канал татьяны он называется кек и символ да вот так вот немножко странное интерес таки от символ и пожалуйста подписывайтесь и вам будет наверное очень интересно а мы продолжаем начинаем наши вопросы а то не вы знаете на сегодняшний день как бы это ни странно звучало но в америке существует проблема со свободой слова она существует все об этом знают но предпочитает пока об этом громко не говорить а что такое свобода слова по российски я если честно не знаю что такое ограничение свободы слова в сша вам там конечно виднее как у вас притесняют я думаю если я расскажу вам про свободу слова в россии вы поймете что наверное в америке с этим как-то получше ну что 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 конкретно вас интересует как работают журналисты сажают работа сажают как работают журналисты с трудом работают а скажите татьяна а вот является ли в россии журналисты журналисты журналистикой сми властью ну скажем всегда известно что сми это третья власть да если я не ошибаюсь четвертая да а вот является ли она властью сегодня если является кто кто вот могли бы привести пример ну есть журналисты профессиональные есть пропаганда поэтому давайте как то будем тоже разделять если ваш вопрос касается профессиональных журналистов влияют ли они на что-то работает ли вообще вот этот вот институт практически нет к сожалению очень очень редко удается как-то повлиять на ситуацию побороться с несправедливостью и поднять такой вот всероссийский да какой-то шум из-за какой-то острой социальные проблемы или там политической проблемы это сложно если мы говорим про пропаганду она безусловно является четвертой властью в том смысле что пропаганда очень эффективна она эффективна да и в этом плане конечно это очень такое вполне себе работающие ветвь власти и кремль активно используют это если говорить об уровне современной российской журналистики вот если вспоминать дореволюционную журналистику мы вспоминаем гилеровского да и советское время было очень много талантливых журналистов я имею ввиду как телевизионных так и газете для газет будем так говорить а всего как бы вы сегодня отметили уровень журналистики на каком уровне она сегодня в россии находится профессионального ему в журналистике они пропаганде естественно небольшая ремарка я родилась только восемьдесят пятом году поэтому как бы про советскую журналистику ничего вам не могу сказать мне не с чем сравнивать это для меня это учебник истории что касается российских журналистов есть огромное количество очень талантливых людей это и журналисты которые работают в жанре расследования это талантливые интервью эры это люди которые умеют снимать документальное кино которые умеют писать которые умеют рассказывать которые умеют находить темы которые умеют находить героев таких людей действительно очень очень много другой вопрос что им негде работать и вот это поле постоянно сокращается сужается и вы знаете что последние там несколько месяцев власть пошла прям уже в открытую атаку на журналистов особенно на расследователей включая их в реестр иностранных агентов что по сути просто не позволяет человеку не про не только выполнять свои профессиональные какие-то задачи но в принципе жить да то есть таким образом человек на него ставят клеймо и ну по сути как бы варианта два либо ты уезжаешь либо ты готовишься в любой момент сесть потому что включение в этот реестр иностранных агентов через один шаг через один протокол да там через один штраф грозит уголовным преследованием вот поэтому люди то есть но вот работать негде татьяна еще несколько слов о журналистике скажем так в сша когда-то журналисты были всегда над схваткой они в частном порядке могли принимать одну или другую сторону лево или право но в общем они были над схваткой они выдавали информацию безоценочно и это было важной частью общества сегодня по-другому сегодня четко слева ты либо четко справа это все понятно как сегодня вот вы считаете должен ли журналист занимать какую-то политическую сторону быть правым левым центристом какая ваша личная позиция в этом плане опять же какой журналист если мы говорим про новости новости должны быть безоценочными на вот я долгие годы работала в службе информации шеф-редактором человеком который отбирает новости думает как их развивать и и как значит отбирает самое важное самое интересное в новостях должны быть представлены все точки зрения это золотой стандарт и новости это новости дальше давайте вспомним что есть колумнисты есть люди которые работают журналистике высказывая свое мнение и для них как раз таки это их работа формулировать аргументировать свою позицию вот поэтому как бы журналист расследователь он должен быть понятно да над всем его задача добыть информацию подтвердить информацию у достаточного количества источников и распространить эту информацию как дальше эту информацию будут использовать не его вопрос вот поэтому все зависит от жанра когда я работаю на новостях я работаю по одним стандартам потому что это новости когда я веду свой утренний эфир я высказываю свое мнение потому что я для этого прихожу потому что я прихожу для того чтобы быть и лица своим мнением для того чтобы задать вопросы для того чтобы люди задумались и смогли сформулировать свое мнение потому что моя задача не навязать вам что я думаю а сформулировать это аргументировать это и дальше мы уже обсудим согласны вы или нет или у вас другое мнение или там не знаю вы вы считаете что я не права здесь там для меня таким исключением да вот мнение которое я не приемлю категорически здесь не может быть никакой дискуссии это вот там тема анти прививочников вот для меня это жестко все сразу до свидания никакой дискуссии анти прививочник до свидания выход там вот это мое мнение я его высказываю и там в каких-то темах более категорично в каких-то менее категорично но это опять же законы жанра вот поэтому по-разному по-разному когда вот в новостях однобоко как вот как российская пропаганда да они очень однобоко скажем так и своеобразно отбирают новости подают новости а иногда придумывают новости вот это не журналистика и это не новости татьяна тогда такой вопрос как о каково сегодня отношение к сша в российском обществе к америке в общем я не социолог поэтому завтра чувствуете может мне сложно сказать я вижу что то что распространяет пропаганда и то что полностью устраивает то что поддерживает власть это конечно антизападные настроения вот прям для них это такая идеальная почва два таких главных жупела украина и америка америка и украина ну вот до недавнего времени еще ангела меркель но это как-то там северный поток газ еще поговорить можно но вот украина и сша это две главные темы которые вот просто чтобы не происходило в россии пропаганду это не интересует в тюрьмах дают людей политиков пытаются убить или убивают это все пропаганду не интересует им важно рассказать как ужасно в америке вот это это абсолютная задача насколько это срабатывает люди которые смотрят телевизор этому верят к великому моему сожалению люди которые черпают информацию из других источников которые там читают профессиональные сми но они конечно не прекрасно понимают что все все это чушь невозможная и сша эта страна большая сильная страна что там много всего интересного туда здорово было бы съездить огромное количество людей сейчас очень переживают расстраиваются что крайними как всегда оказались люди которые не могут получить визы теперь в сша при том что все эти самые депутаты которые устраивают шабаши антизападные сами прекрасно владеют недвижимостью в майами и прекрасно себя в сша чувствуют то есть они это найти бесконечное такое двоемыслие то есть мы здесь вот показушно будем ненавидеть америку и говорить что это значит враг всего мира но сами мы конечно будем с радостью отправлять свои семьи в америку и еще вот в майами неплохо бы квартирку с видом на океан вот и это лицемерие ужасно бесит это это получается как у войнович а значит в шапке да то есть тебе тоже можно но намного меньше чем мне ну то скорее тебе нельзя ничего можно все только у меня тань вот вы сейчас упоминали об и иностранных агентах вот это вот положение можно как-то поподробнее что это такое чем это едят да это некий реестр в который включают средства массовой информации теперь уже не только средства массовой информации но людей физических лиц да в личном качестве теперь еще и правозащитников и кстати первый человек которого внесли в личном качестве в реестр агентов был лев пономарёв вот он признан иностранным агентом он был номер один адвокатов вот буквально в понедельник было объявлено что несколько адвокатов во главе с иваном павловым из команды 29 которую сначала объявили нежелательной организации а вот их теперь еще и внесли в список иностранных агентов значит российские власти как это часто бывают они когда вводят какой-нибудь репрессивный закон или репрессивную норму они пытаются это объяснить тем что а как же вот вашей любимой америке или там не знаю в европе есть точно такой же закон и они ссылаются на то что есть закон фара кажется это сокращенно называется в сша и вот в америке тоже есть иностранные агенты и в принципе когда это в проброс говорят пропагандисты это наверное все очень здорово но достаточно почитать немного про закон этот фара и сравнить с тем что в россии есть и вы поймете что это два разных закона значит в этот реестр включают без решения суда просто тебя ты случайно находишь свое имя или название своего сми в списке министерства юстиции после этого ты должен срочно создать специальное общество с ограниченной ответственностью кажется я сейчас могу в юридических деталях немножко напутать но короче тебе нужно юридическое лицо создать которое будет отчитываться абсолютно обо всех движениях денег пошел ты в магазин или ты получил гонорар или ты отправил куда-то деньги неважно полный вот этот отчет дальше в любом своем публичном выступлении включая социальные сети ты должен ставить плашку это сообщение и или материал подготовлен лицом и или организации исполняющие функции иностранного агента там 24 слова в этом дисклеймере он должен быть капслоком большим и в самом начале это касается любого твоего выступления даже ты если в большом чате где там больше двух человек общаешься ты должен это писать если ты где-то это не написал а это автоматизированная система отслеживает тебе шлют протокол протокол дальше штраф и дальше уголовное дело вот такой закон об иностранных агентах а стать иностранным агентом можно очень просто например двух журналисток включили в список иностранных агентов потому что они репостнули материалы медузы которая признана иностранным агентом и какой-то еще твит был что-то такое какую-то из правозащитных организаций по моему голос это наблюдатели на выборах их включили в реестр иностранных агентов потому что им пришел перевод от гражданки армении там в размере типа 200 рублей ну то есть на самом деле включают просто потому что кого-то хотят включить атака идет против журналистов в первую очередь расследователей то есть они уничтожают расследовательскую журналистику дальше это правозащитники и адвокаты и дальше то люди которые следят за выборами наблюдатели на выборах вот это сейчас очевидно главные враги и с ними расправляются с помощью этого закона об иностранных агентах татьяна мы уже говорили о пропагандистах если вас это не оскорбит сравнение вот например вы и ольга скобеева вы обе ровесницы росли уже в новой россии учились да пришли в профессионально в журналистику уже в путинское время то есть практически все 1 а что у вас такого есть чего нету ольги скобеева или наоборот совесть достаточно это достаточно ответ конечно навыках не знаю уважение к стандартам журналистики к человеческому достоинству уважение к аудитории я могу долго я думаю что слово совесть мы напишем с большой буквы это будет достаточно да мне мне не очень ну как бы у нас разная профессия с ней ольга скобеева пропагандистка яркая очень заметная пропагандист у нее просто другая работа но все-таки она училась на журналист она выбрала себе другой другой путь просто россия сегодня спустя 21 год с начала правления владимира путина довольно изменилась существует ли на ваш взгляд в обществе пессимизм такое понятие как общественный пессимизм на сегодняшний день но еще раз скажу невозможно за все общество говорить в россии 140 с чем-то миллионов человек 146 и вы никогда не сможете измерить эту среднюю температуру по больнице очень разные люди очень разные регионы у каждого региона своя какая-то проблема и то что беспокоит жителя шиеса вообще никаким образом не понятно жителю петропавловска камчатского есть апатия есть безразличие есть желание такое что господи доставьте вы нас просто в покое уже есть среди какого-то количества людей конечно и пессимизма очень многие уезжают вот но есть и огромное количество людей которых все устраивает им все нравится хорошо я тогда немножко уточню свой вопрос если брать москву и москвичей это другой вообще государство москвы и москвичи раз уж мы геллеровского сегодня вспоминаем да это конечно совершенно другая история это государство в государстве даже не буду делать вид что это не так москву ненавидит вся страна не безосновательно москва забирает все налоги москва жирует москва богатый красивый город в котором прекрасно но дорого жить здесь есть способы жить свое удовольствие и позволить себе не замечать того что происходит в стране и и как раз в москве хотя и часто говорят что там основной протестный электорат да москва часто очень протестно выступает но в целом все равно конечно ну вот рестораны открылись слава богу что называется поэтому тут тоже понимаете москва как столица это город в которой съезжаются со всей страны да и но но здесь остаются люди там которые так или иначе себя смогли найти вот поэтому сложно сказать понимаете тоже 10 миллионов человек 10 миллионов человек до 15 до учитывая там миграцию большую москву может быть в москве есть достаточное количество людей которым не нравится действующая политическая до система но и очень многих людей здесь все устраивает потому что они красивые нарядные сейчас мчатся на бентли по садовому кольцу в мишленовский ресторан и и мне нужен санитарный паспорт у них все хорошо таня мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим нашу интересную беседу не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущий эдуард брумер и геннадий брумер и мы продолжаем беседу с российской журналисткой корреспондентами ведущий программ радиостанции эхо москвы татьяна фелькингауэр а таня вы с нами черта алё да да еще раз добрый вечер спасибо а татьяна такой вопрос на днях президент путин и александр лукашенко мы сознательно не называем александра лукашенко президентом подписали несколько документов по моему где-то даже 28 о союзном государстве как как бы союзном государстве а вы не считаете это какой-то ползучая аннексии ну вы знаете историю владимиру путина зачем ему ползучая аннексия если он умеет и так захватывать территории вполне себе быстро да нет это больше похоже на имитацию какого-то процесса александр лукашенко я вот буквально позавчера вчера 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 разговаривала с политологом белорусским валерием карбалевичем очень очень интересный эксперт как раз мы обсуждали что все вот эти вот встречи заседания какие-то бумаги которые они подписывают это больше похоже на имитацию какого-то рабочего процесса под который можно бесконечно значит брать какие-то деньги что-то как-то чиновники работают все при деле вот но по факту ничего особенного не происходит потому что александр лукашенко никаким образом властью своей ни с кем делиться не собирается что главное чем он занят это захватывает власть белоруссии удерживает ее ну вот мы мы увидели что никакого информационного шума по этому поводу как бы не было казалось бы значительное событие там да нету там ничего в этом событии во первых они не раскрыли толком эти 28 пунктов там как-то в заголовочном формате что-то показали что за этим стоит реально непонятно как когда это будет исполнено непонятно что кто будет делать это бюрократическая абсолютно штука нет в этом ничего судьбоносного как мне кажется так последнее время в россии можно услышать информацию по поводу мигрантов проблема с мигрантами то там драки то там драки то там к сожалению убийством существует ли проблема насколько она серьезно проблема мигрантов и вопрос национально насколько он остро стоит в россии или его нету вы знаете эта история вообще она довольно любопытная в том плане как ее используют власти незадолго до выборов была история значит с убийством пенсионерки в котором обвинили трех мигрантов под это дело устроили стихийный сход около общежития где жили мигранты работающие на заводе хотя они никаким образом не имели отношения к этому убийству людей срочно всех вывезли куда-то в общем власти активно это все использовали а естественно никаким образом не мешали народному сходу а я просто скажу что стоит выйти в одиночный пикет с политическими требованиями и вас за пять секунд задержат арестуют будут судить и несколько раз накажут но если вы выходите народным сходом к значит общежитию мигрантов ничего с вами не будет потому что власти это устраивает вот потом была история с нападением в метро где чем понимаете тоже интересно все все валят в одну кучу ну то есть и пропаганда очень умело этим пользуются например в метро напали трое молодых людей на другого молодого человека который заступился за девушку вот в такой концепции да когда я вам рассказала это звучит как вполне себе такая базовая бытовая история да а теперь как это было трое дагестанцев избили русского в метро а это то как подавала это как 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 это звучало в сми и вот такого очень много история с тем что избили мужчину в присутствии его ребенка то вообще как-то начали разыгрывать сразу эту карту правда вышло как-то не очень удобно потому что сказали выходцы с кавказа потом оказалось что это люди из оренбурга но они азербайджанцы в общем короче и вообще выглядит это так что так как в вот это тот редкий случай когда я скажу за все общество но просто я это это действительно есть социологические опросы тоже и я это вижу регулярно так как российское общество довольно ксенофобное а к чужакам к чужакам относят всех включая граждан российской федерации потому что очень многие считают что республики северного кавказа это как бы не совсем россия не могу сказать что некоторые республики как-то опровергают это действительно в некоторых республиках ведут себя так как будто бы это не россия вот но в целом власть очень удачно все эти ксенофобские настроения использует иногда с ними заигрывает манипулирует ими и вытаскивает на поверхность когда это надо потому что конечно гораздо круче по всем каналам показать как вы там задержали срочно трех каких-то чужаков которые посмели побить значит мужчину в присутствии ребенка чем по всем каналам рассказывать а как вы расследуете пытки в тюрьмах и в этом плане очень интересно смотреть как собственно власть этим всем манипулируют и люди с радостью на это ведутся и радостно это все обсуждают рассказывают что типа вот понаехали да вот эти да те да ужасные кошмарные каждый почему ну почему почему а вы не можете сказать что один россиянин ударил другого россиянина это что было преступление на почве национальной розни расовой ненависти чего нет ведь тогда зачем вы делаете акцент на этом или почему вы не рассказываете обо всех преступлениях которые совершают русские давайте тогда уж для всех будем это соблюдать вот но тут мне кажется что власть это просто умело использует татьяна у вас в россии еще появилась еще одна интересная забава когда скажем так молодые люди больше девушки фотографируются на фоне храма не будем уточнять конфессию в таком скажем так свободном стиле свободном стиле показывает те или иные части своего тела имитируя что-то а вот если бы я был в москве и вышел на красную площадь с фигуркой скажем давида до микеланджело меня могли бы скажем так ну посадить тюрьму там на несколько дней или даже предъявить какие-то обвинения вот я фотографирую с фигуркой давида там как не поверни все равно плохо на фоне еще в гей пропаганде обвинили потому что вы образовываете однополую пару то есть это не это не развлечение девушек это развлечение следственного комитета следственный комитет и прочие правоохранители они чтобы выполнить видимо какую-то статистику или просто им делать нечего надо отчитываться о проделанной работе они пошли по фотографиям причем достают и ролики и фотографии иногда там трехлетней давности это никого не интересует вот посмотрели один раз про канала классно давайте товарищи набираем значит теперь целый букет таких дел потому что заходит на ура это такая компанейщина каждый раз происходит только я бы все таки сделала некоторые различия потому что вы упомянули я так понимаю в том числе первое самое громкое дело где блогер фотографировался со своей девушкой вот они там как бы изображали сцену орального секса я думаю что конечно полиция обиделась на то что девушка была в куртке полиция а храм там просто случайно приплели такие но мы же не можем сказать что мы оскорбились на то что девушка была в куртке полиции ну давайте приплетем туда оскорбление чувств верующих вот все остальное но это просто они жиру бесится реально им просто надо закрывать какие-то дела им надо создавать видимость работы еще раз повторюсь гораздо проще расглядывать красивые женские попы обнаженные чем разбираться с тем что в тюрьмах швабрами насилуют заключенных таню вот такой вопрос в америке я буду быть об америке потом к россии медленно подойду молодежь студенчество всегда я думаю в россии это тоже есть всегда смотрела влево но как только они уходили в другую жизнь более взрослую а многие из них уже смотрели немножко по-другому они начинали зарабатывать деньги и начинали платить налоги и вместе с тем они превращались немножко в консерватор кто-то больше кто-то меньше но их мировоззрение менялось сегодняшняя молодежь в россии а на что она настроена больше это консерватизм либерализм коммунизм или есть другие какие-то или пофигизм или пофигизм если можно так сказать действительно ну какая молодежь молодежь в городе молодежь не в городе молодежь активная политизированная или не политизированная понимаете еще раз гигантская страна я не могу так говорить прям за всю молодежь есть молодежь которые абсолютно наплевать они идут вот по стандартному пути они не задумываются правые они левые у них есть простой путь значит ты закончил обучение свое в школе дальше по идее было бы неплохо не попасть в армию но окей ладно сходил в армию дальше ты находишь какую-то работу или может быть идешь учиться это опять же зависит от того там какие есть человека биться и желание и возможности да где он живет и сколько у него денег и какие у него там способности и все дальше он попадает в эту колею работа семья ипотека и прочее прочее какие правые какие левые надо выжить надо найти себе хоть какой-то источник доходов и как-то попытаться на эти деньги выжить вот тебе правое левое там и вверх и низ и по диагонали надежь которая более там активная политизированная она часто левая вот университетские всякие активисты и прочее прочее они таких часто левацких взглядов часто это проходит с возрастом согласна кто-то остается в этом навсегда ну как бы окей это выбор каждого человека но точно так же есть там группки иногда бывают довольно активные там очень консервативных прямо скажем взглядов есть группки таких супер циничных молодых амбициозных людей которые прям вот они сразу такие типа надо идти в академию фсб или в академию госслужбы или куда-то еще и вот они прям с молодых ногтей строят себе вот эти вот карьеры чиновников там какой-то был опрос сравнительно недавно да что там молодые люди там 16 17 лет что они считают перспективным да какая хорошая работа и прочие проченьки тот надо идти в чиновники либо фсбшники вот есть такая группа молодежи поэтому тут очень-очень все по-разному продолжая тему студентов если бы вы были например председателем приемной комиссии каких-то и главных вопросов вы задать задали бы парню который ну или девушки в принципе которые поступают на факультет журналистики три главных вопроса ох вы знаете несколько лет назад я была в приемной комиссии в одном из вузов очень тогда еще хороших сейчас уже не очень журналистика медиакоммуникации и там были такие абитуриенты что не то что вопрос не хотелось им задавать я вообще просто один был вопрос зачем еще сюда пришли вот но в целом ну первый главный вопрос действительно зачем вы идете в журналистику так чем вы хотите заниматься журналистике зачем вы сюда идете чем вы хотите заниматься это вопросы на самом деле не для даже не для меня это вопрос на который должен человек сам себе ответить прежде чем решить что он хочет быть журналистом вот после этого вместо третьего вопроса я скажу что типа знаете сейчас не лучшее время быть журналистом россии а то не вот такой вот да вы хотели что-то добавить да да если просто если я слышу от кого-то там из совсем юных знакомых что типа вот я хочу быть журналистом я обычно говорю не надо не надо там сегодняшнее американское общество очень политизировано и очень расколото и будем так быть очень полярно а в своих взглядах то же самое относится мы уже говорили и к американским сми такого в америке я думаю что никогда не было ну то есть были какие-то как бы небольшие разногласия но вот такого разночтения не было мне интересно вы смотрите какие-то может быть интересуетесь какими-то американскими сми яме веду телевизионные или может вы на интернете читаете в переводе а может вы знаете хорошо английский и прессу американскую что вам интересно не могу сказать что американская повестка как-то прям сильно меня заботит да все таки я живу в россии в первую очередь меня конечно интересует то что происходит в россии но как бы игнорировать существование сша невозможно ввиду просто огромности и влияния сша вот я читаю в принципе знаете я во первых я стараюсь читать агентство то есть типа рейтер да все-таки информационное агентство это определенный стандарт вот что касается телевидения я изредка очень редко что-то там поглядываю на сене вот знакомые мои периодически ретвитит и ты благодаря ним я примерно благодаря им я примерно понимаю что дает fox да то есть надо всегда смотреть противоположные точки зрения до полюса смотреть вот так вообще я иногда смотрю у джона оливера вот то что он поднимает такие социальные важные и политические темы вот что-то периодически проскальзывает у нас обычно со ссылкой все же на агентство все же скорее на агентство вот нью-йорк таймс иногда вот смотрим что еще ну вот то что что можно почитать папа 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 ну понятно что мы всегда следим за рейтингами большими какими-то подборками тайм вот тоже важная очень история если это касается там экономики то это блумберг мне кажется довольно стандартный набор у нас есть несколько экспертов из америки с которыми мы с интересом всегда разговариваем ну во первых они еще хорошо говорят по-русски это майкл макфол но эта страна да то есть это не то что независимый эксперт майкл макфол это прям страна бывший посол сша в россии вот он такой демократ демократ и это прям как бы политическая страна вот и периодически мы связываемся с джилл дуэрти которая долгие годы была шефом если я не путаю шефом бюро cnn в москве вот а сейчас она в преподает в одном из университетов американских она более взвешенная вот она более отстраненная это тоже тоже интересно татьяна но все-таки немножко одностороннюю информацию вы получаете то есть со стороны консервативной как бы у вас нету объективной информации ну скажем от того же страны консервативной значит она уже не объективная верно но все-таки односторонняя немножко если бы у вас выступали например кто-то из foxnews то ну наверное я я я я могу сказать что я консервативный человек сторонник республиканской партии чтобы это не было на эти каких-то русскоязычные жители америки они все за консерваторов ну ну нет нет не все но процентов наверно 75 скорее всего я бы живет вашингтоне кроме терда согласен согласен а татьяна я хочу говорят что еще они все очень любят путина и говорят вот нам бы такого парня то 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 что некоторые любят путина это даже не консерватор или иваки это люди которые давно жили в советском союзе это скажем так условно наши родители условно люди за 60 это правда да есть такое но это не относится к тому за кого они голосуют это их общее такое жизненный путь такой опыт жизни в советском союзе татьяна я хотел бы вам задать такой quiz если вы не против ответить так или этак вы не против давайте попробуем давайте а пелевин или акунин сорокин а сорокин это наверное ага это сложно да киркоров или моргенштерн мы будем узнать да а хорошо репин или никос сафронов ну рейтин конечно что же мы так может быть у вас есть вот как на предыдущие вопросы а глен миллер или ну скажем стравинский наверное глен миллер все же ну вот вот достаточно спасибо большое вот это достаточно и для спасибо очень интересно танк а вот когда я сегодня вас а перед началом программы представлял передо мной стояла такая картинка из фильма кавказская принцип где герой владимир этушек говорил спортсменка комсомолка и просто красавица я хотел бы это отнести по отношению к вам единственный у меня вопрос если убрать слово комсомолка что можно добавить вместо котик это это почему потому что это мило не знаю это тоже на букву к разве не так устроены тесты на а такой еще вопрос как бы вы описали эхо москвы в общем не конкретно это прерогатива естественно главного редактора кстати мы хотели бы передать через вас привет алексея алексеевичу венедиктову и всем кто работает на эхо москвы кто работает на эхо москвы и хотели бы кстати его тоже если есть возможность пригласить в наш эфир а вот как вы бы описали бы эхо москвы эта площадка эхо москвы эта площадка для всех площадка для спора или для диалога или обсуждения для спора для диалога для выступления для для всего для жалобы для того чтобы не знаю утешили для того чтобы вы слушали а тань а владимир путин в свое время выдвинул такую теорию называется управляемая демократия может вы нам объясните может вы знаете что такое управляемой демократии нет нет боюсь что никто не знает включая владимира путина никто не знает что такое управляемая демократия а владимир путин навсегда как вы считаете пока он жив да хорошо а что будет после путина вы знаете мы этот вопрос задаем периодически всем нашим спикером кто выступает из россии и я не хотел бы сейчас сразу ответить что они говорят мне интересен ваш ответ а потом я скажу что они говорят я если честно не знаю что будет после владимира путина и я думаю что человек который говорит что он знает он вас обманывает вы знаете они все говорят практически одно и то же они говорят после путина будет путин это вот такая формулировка причем эксперты абсолютно в разных областях и в экономике у нас были и актеры и писатели так что вот это вот после путина будет путин это как бы такая общая формулировка а таняк нет и они не знают и никто не знаю мы хотим вас поблагодарить за это интервью и мы действительно хотим еще раз передать значит пожелание всем кто работает на вашем радио эхо москвы будьте здоровы будьте счастливы благополучия и оптимизм удач и очень рады что с вами побеседовать большое вам за все спасибо спасибо всего самого лучшего спасибо